Этот год, год юбилейный, год 75-летия Победы, еще раз напоминает о том, что именно пограничники первые встретили удар, внезапный удар вероломного врага. Многие погибли, но никто не осрамил чести нашего гражданина страны, воина-пограничника. Акция «Эстафета Победы» организована пограничным управлением ФСБ России. 5 февраля она одновременно стартовала из городов Бреста и Мурманска. А уже 28 февраля на мемориальном комплексе города Татарска прошла торжественная передача символа эстафеты пограничного столба от Новосибирской области Комской. Символ эстафеты, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передать! Символ эстафеты принять! Жители Татарска берегут память о своих земляках, и это очевидно. Для нас высокая честь принять сегодня символ победы в рамках эстафеты и пронести его от подразделения к подразделению вдоль государственной границы Российской Федерации. Потом мы передадим его нашим коллегам из пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской области в городе Называйевске. В нашей области эстафета прошла по городам Бердск, Искитим, Карасу, Купино и остановилась в Татарске для передачи символа. Также в наш город в рамках акции с концертом приехал ансамбль песни и пляски пограничного управления по Забайкальскому краю. Это переоценить вообще невозможно. Надо, конечно, и говорить там, и другие формы. Но вот эта форма, когда вот этот символ, когда на монументах славы все происходит, переоценить невозможно. Просто это очень надо, очень надо всем, всем надо. И гражданам России, и народу, и военным, ну а пограничникам, сами понимаете. В рамках праздничного концерта участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, малолетним узникам фашистских концлагерей были вручены юбилейные медали 75 лет победы Великой Отечественной войне.